Настоящий парад военных кораблей в школе номер 152. Ребята помнят, защищать родину надо не только на суши, но и на воде. Во время представления звучат военные песни и стихи на морскую тему. Каждый экипаж представляет собой определенную команду, и строгая жюри сегодня будет оценивать результаты. Побежденных у нас сегодня не будет, у нас будут одни победители. Концерт посвящен и дню рождения Музея боевой славы имени легендарной 33-й Севастопольской стрелковой дивизии, который 35 лет назад был организован в школе. Экспозиция создана с помощью ветеранов и учеников школы, которые много лет подряд ездили на места боев вместе с поисковыми отрядами. Наши предки воевали, и мы их любим и почитаем. Я хочу, чтобы все люди, не только наш класс, но и все классы, чтобы они помнили, что это было и что они стояли за нас. Почетным гостем фестиваля стал ветеран флота, служивший на подводной лодке, несущей на борту ядерные ракеты. Георгий Голубинский рассказал не только о службе, но и о славном боевом пути своего отца, который воевал против фашизма. Мероприятия патриотического воспитания молодежи очень важны, потому что если мы не расскажем о наших предыдущих героях, мы не взрастим больше героев. После концерта в старших классах прошел урок мужества. С каждым годом таких фестивалей проводится все больше, и забытая на несколько лет тема патриотического воспитания возрождается. Андрей Трой, Максим Гусев, События.